Яна Визагитова Бульмарина Мудара, педагог воскресе Татарской школы номер один, педагог дополнительного образования по предмету татарский язык и литература. Тема сегодняшнего моего мастер-класса это национальный костюм, татарский национальный костюм, история и основные элементы. Как сказал известный российский художник, наш художник Виктор Миталыч Воснецов, плод тот народ, который не знает, не ценит и не любит свои истории. И действительно это так. Человек должен ценить, любить и помнить свою историю, историю своего народа. И сегодня я бы хотела немножечко коснуться, взять кусочек из истории татарского народа, рассказать про национальный татарский костюм. Целью моего мастер-класса является ознакомление с культурологическим материалом о национальных особенностях татарского народа, а также с грамматическими, языковыми особенностями эмакулетика и фонетика на примере названий, предметов одежды и обуви татар. Задачу, конечно же, я поставила перед собой воспитательно-образовательный. В первую очередь, это пробудить интерес с изучением татарского, татарской культуры, татарского языка, а также уважение к родителям и обычаям татарского народа. Методами, которыми я пользуюсь данным исследованием, данном мастер-классе, это наглядный, то есть у меня был показ слайдов иллюстративный, словесный, рассказ, вступление, повествование, основная часть заключения и метод практический, в котором у нас будет практическое задание по итогу нашего мастер-класса. Татарский национальный костюм – это традиционная одежда татар. Вы можете на мне посмотреть. Я представляю сегодня наш татарский костюм. Это комплекс одежды, который отражает историю, культуру народа, и который складывается на протяжении столетий среди татарского народа. На формирование татарского костюма повлиял исторический факт, что татарский костюм от полушествия татар пришел к нам, и также элементы ислама сюда к нам. Элементы ислама тоже. В настоящее время национальный костюм используется в основном уже в роли сценического реквизита. Костюм – это наиболее яркий… Так, вот, исторический костюм, как вы видите. Костюм – это наиболее яркий индикатор национальной принадлежности, соотношение понятия в идеальном образе представителя своей нации. Сливаясь с физическим обликом, он рассказывает об индивидуальных особенностях человека, его возрасте, социальном положении, характере, эстетических вкусах. По разным периодам истории в костюме сплетались моральные нормы и историческая память народа. С естественным стремлением человека к нынешней и совершенствованием. Вот, сегодня как представлен наш костюм. Здесь вот мужской и женский. Сегодня я хотела бы затронуть именно женский костюм. Давайте начнем с самого узора головы – это колбак. Колбак – это праздничный головной упор. Вот у меня здесь есть несколько видов колбака. Вот этот колбак носили в основном женщины замужние или же женщины возрасте. Вот этот колбак носит девочки. То есть это для девочек колбак такой. Вот так они его надевают. И сзади у нас есть. Вот это тоже девчачий вариант для девочек. И для молодых уже девушек. Они при разных размерах. В основном сделаны из бак, сшиты из бак, но могли из шелка. Также они получаются золотыми нитями различными. Очень богатая вышивка. Различные бусины, фазументы. И пришитые стали монеты даже можно встретить. Вот этот колбак тоже очень красиво расширен, как вы можете заметить. И на дне колбак – это уже осовремененный вариант, то есть более современный вариант, который сейчас уже женщины используют. Он в виде вот такой небольшой тюбитейки. Женский. Следующий наш элемент – это кульмя. Платье. На татарском языке платье будет кульмя. То есть это основа женского костюма. И они тоже шили из однотонной обычной ткани. Вот на мне. Вы можете посмотреть. Татарский народ очень любит красивые, позитивные цвета. То есть он не использует там зубный цвет, коричневый, черный. Такого очень редко можно зрить. Но яркие зеленые, синие, такие насыщенные цвета используются. И как раз наиболее яркие национальные особенности прослеживаются в платье, так как здесь идет стремление к красоте и к совершенству. Ширость платья по британию, но всего это обычно. И здесь идет широкое применение продольного волана. Использование в отделке объемных цветов, позуне, интерграционной скирочного тоже. Вот сюда вот вернемся, да. Вот здесь варианты на мой костюм похожий. Для одежды татар характерен трепетивидный силуэт с восточной насыщенностью цветов, обилие вышивок и применение украшений. А сейчас давайте немного перенесемся именно к правилам написания слова я бы хотела показать. Здесь и лексические, и драматические особенности в татарском языке. Так как я, педагог именно в татарском языке, я бы хотела показать вам кульмяк. Это платье пишется через буковку «ю» и «э». То есть традиционно у нас в татарском алфаве очень много изменений в нем произошло. И в арабском языке он уже с 27 века перешел на латиницу и с использованием русских букв, основные 36 букв. И остались наши, получается, тюркской группы с лапрой буквы «э», «ж», «м», «ю», «э» и «х». То есть в этом слове как раз используются буквы «ю» и «э». Э буква – это приближенная буква к русской букве «я», но она произносит «э» мягко, получается этот звук. И он, как я сказала, «ляй», «сядь», «ляй» подходит, похожий на русские слова. И нужно здесь опустить язычок, кончить язык к нижним зубам. Мы получим этот звук «э». То есть буква «ю» – звук «ю» – это близкий звук к «уму» русскому, но он более огубленный. То есть мы должны больше здесь буква звучать просто в твердых, и мы получим этот звук «ю». Давайте вместе произним «ю». Да, поэтому у нас получатель «ю» мяг на татарском языке «базин». Также следующий звук я немножко озвучу. «Ж» – это мягкий вариант. Буква «ж» в татарском языке используется. «М» – это на собой звук. «М». То есть это получается, он образуется при помощи маленького язычка. Буква «х» – это приближенный к русской «х», «хлоп», «халат», но он произносит это по лингальству. И он, оказывается, в лодке произносится при дыхании. Так. Это платье. Давайте следующий наш возьмем элемент – это «камзол». Вот вы на мне видите «камзол». «Камзол» на татарском языке звучит так, на русском «камзол». «Камзол». То есть тоже он изначально был длинный, расшитый, и тоже сшился из вархата, очень красиво расшивался и различными красивыми нитями. Это «камзол» – плитальный одежда на подкладке обычно была. Но он тоже претерпел изменения исторические. То есть сейчас вот в современном нашем мире уже у мужчины получается вот укороченный вариант жилетка такая «камзол», и у женщин тоже плитальный, такой вот как у меня. И хотела бы еще остановиться на татарской обуви. То есть вот она у меня здесь представлена. Татарская национальная обувь – это «ичиек щиттек» называется. «Читтек» шьется из кожи. Вот такие вот в форме, можно кусками шить, в форме таких вот красивых узоров. Это женская национальная обувь. Ее одевали на праздники и обычно даже, ну, их в будни тоже могли их надевать. То есть это национальная обувь. То есть часто она шивалась, в частности, над цветочным узором. Не менее оригинальными являются женские как раз окошки, которые удобно вырезаны из разноцветной кожи. «Читтек». Такие «ичики» назывались каюлы «читтек». «Читтек». Пишем через «ч», но произносим мягко «щ». «Щиттек». Ну и в заключение хотела бы сказать, что особенностью традиционной одежды является то, что она была тесто связанной жизни народа создавалась не одним человеком, а именно общностью. Поэтому основные элементы были похожими для всех. И различие между богатыми и бедными было только в тканях, получается. И всегда это носило одежда ярко выраженный технический характер. На этом у меня все, презентация. Спасибо за внимание. Сейчас я бы хотела какое-то небольшое время выделить для того, чтобы оборудить. Сейчас мы с вами немножко попрашиваем спады на своем Теперь переходим к костюму. Здесь вот здесь. Здесь два, два, три, два. Здесь два, здесь два. Так. Все, да? Сейчас я выходила к костюму. Я хотела, чтобы вы над каждым элементом одежды написали, что есть шло, то есть где у нас головной упор, где у нас... Чтобы мы немножечко прошли, а наши стены, и мы хотим, а ручку задать. Ручка, 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 ручка есть. Если не будет, то вы не будете читать. Это не будет. Еще дальше находит. Знаете, хватит. Еще дальше находит. Хорошо. 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 Спасибо. Да, пишите, как бы запомнить, как бы услышать, как вы увидели. Да, да, пишите. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что мы с вами смастерить, он не такой сложный, и чтобы на память осталось от этого сегодняшнего нашего мастер-класса, нашего сегодняшнего мероприятия, вот такой приятный элемент мы их делаем. И за это я вам его раздала, да, может быть степлер, но у меня его к сожалению не будет. Поэтому я вам сейчас покажу, да, вы уже правильно сделали. Мы должны скрепить вот так. А это будет основа нашего толпа. Давайте клеим. По-разрезанным ударом. По-внутриням, да, чтобы у нас получилось вот так. То есть вот так снаружи, а это внутри. Вот так. Клеете быстренько. И вставляете вот так вот туда. Вот так вот. Некоторые очень интересные дали ответы на элементы одежды. Но многие... Да, очень приятно. Так. 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 все это прошло. Так.